Иван Алексеевич Бунин Иван Алексеевич Бунин Иван Алексеевич Бунин Сама, но это все равно. Это у меня голова кружится, или мы куда-то поворачиваем? Впереди была темнота и огни, и с темноты был лицом мягкий и сильный ветер, а огни неслись куда-то в сторону. Пароход с совокским щегольством круто описывал широкую тугу, подбегая к небольшой пристани. Паручик взял ее в руку, поднес губам. Руга, маленькая и сильная, пахла за гадой. Неблаженно и страшно вдруг замерло сердце в преимуществе от того, как, вероятно, смугла и крепка она вся. Под этим легким колстинком платьем, после целого месяца держания на горячем морском песке, она сказала, что едет из-за дамы. Паручик промотал. Сойдем. «Куда?» — спросила она удивленно. На этой пристани. «Сочем?» Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке. «Сумасшествие! Сойдем, повторим, умоляю вас!» «Да делайте, как хотите!» — сказала она, отворачиваясь. Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился в ту спло-звещенную пристань, и они чуть не упали друг на друга. Над головами пролетел летящий конец. Потом загремел исходя, зажмел вода, поручик кинулся завещание. Через минуту они вышли на глубокий поступец у песок и молча сели в запаленную из площадью пролетку. Отлогий подъем в гору среди редких кривых фонарей помягкой от пыли дороги показался бесконечным. Но вот поднялись, а выехали и запрещали по постовому. Под какая-то площадь, присутственные места, планча, теплые запахи ночного лень у уездного города. Извозчик остановился возле освещенного подъезда, за раскрытыми дверями, которого круто поднималась старая деревянная лестница. Старый немритый лакей в розовой космородке и сюрпке, недовольный взял вещи, и пошел на растоптанных своих ногах вперед, вошли в большой, но страшно душный, раскаленный сзади солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необращенными свечами на подергайнике. И как только вошли, и лакей затворил дверь, поручник так порызно кинулся к ней. И вот так иступленно задохнулись поцелуя. И вот так иступленно задохнулись поцелуя. Что много лет вспоминали потом эту народу? Никогда ничего подобного не испытал за всю свою жизнь. Ни тот и ни другой. А в десять часов утра солнечного, жаркого, счастливого, со звоном церквей, с базаром на площади перед гостиницей, запах не села, терпится, опять того сложного и погружего, чем пахнет русский уездный город. И вот она, эта маленькая, безымянная женщина, так и не сказавшая своего имени, шутя, называвшая себя прекрасной знакомкой, фуяла. Спали мало. Но утром, выйдя из-за живого возле кровати, пять минут умывшись и одевшись, она была свежа, как в семнадцать лет. Смущена ли была она? Нет. Очень немного. По-прежнему, проста, весела и уже немного рассудительна. Нет, нет, милый. Сказала она в ответ на его просьбу, ехать дальше вместе. Нет, мы должны остаться до следующего прохода. Если поедем вместе, все будет испорчено, мне это будет очень неприятно. Да и вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли обо мне подумать. Ничего даже похожего на то, что случилось, не было со мной. Да и не будет больше. На меня точно затрение нашло. Или, вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного удара. И поручил, как-то легко сфоткосился с ней. В любом и счастливом духе довез на ее на пристани, как раз отход розового парохода. При всех поцеловал на палубе и едва узнал скачать на сходни, которую уже двинули назад. Так же легко и беззаботно добротился он к гостиницу. Однако что-то уж изменилось. номер без нее показался ему каким-то совсем другим, чем был при ней. Он был еще уколом ею и пуск. Это было странно. Еще пахло ее хорошим обвести в этой колонке. Еще стояла на подносе ее недопитая чашка, а ее уже не было. И сердце поручика вдруг сжало с тобой нежностью, что он поспешил закурить и несколько раз прошелся за по-моему эти странные приключения. Сказал он вслух, смеясь и чувствуя, что на глаза его навет будете слезы. Даю очень ясное слово, что я совсем не то, что вы могли обо мне подумать и уже далеко уехал. сидит вероятно в стеклянном белом салоне или на палубе и смотрит на проплывающие мимо плоды на желтые ротные на сияющие дарь воды и неба на весь этот безвертый воск и простор и прости уже навсегда на веки потому что где же они теперь могут встретиться? Не могу же я подумать? Не могу же я ни с того ни с сего приехать в этот город где ее муж где ее трехлетняя девочка и вообще вся ее семья и вся ее обычная жизнь и гонок этот показался ему каким-то особым и заповедным городом и мысль о том что она так и будет в нем жить своей динокой жизнью участвовать даже вспоминая его вспоминая их случайно такую немаленную встречу а он уже никогда никогда не увидит ее мысль не увидит ее не увидит ее не увидит ее ничего не увидит это было бы слишком дико неестественно неправдоподобно и он почувствовал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее что его хватил ужас отчаяния что за черт подумал он встывая из дивана опять принимаясь ходить по комнате и стараясь не смотреть на постели за шириной да что же это такое со мной да что вне осемь этого и что собственно говоря случилось в самом деле точно какой-то солнечный удар он еще помнил ее всю со всеми малейшими ее особенностями помнил запах ее загара и легкого холстинка в платье ее крепкое тело живой, простой, веселый звук ее голоса чувство только что испытанных наслаждений всей ее женской прелестью еще было живо в нем не окнаверно но главным было теперь второе совсем новое чувство то странное непонятное чувство которого он и предположить в себе не мог затевая вчера это как думал он всего лишь забавное знакомство и о котором нельзя было сказать и теперь а главное подумал он никогда уже и не скажет и что делать как прожить этот бесконечный день с этими воспоминаниями с этой неразрешимой мукой в этом богом забытом городишке на той самой сияющей волне по которой унес ее этот розовый пароход надо было спасаться чем-нибудь заняться отвлечь себя куда-нибудь идти он решить это встал надел картуз взял стек быстро прошел свиняш вор по пустому коридору сбежал по крутой лестнице на подъезд да но куда идти подумал он и направился в базар базар уж в рыцаре ищался он зачем-то проходил по свежему на воду среди телек среди мисок и коржков и бабы сидевшие на земле брали порошки в руки и стучали и цинили в них пальцы покатывая их добротность мужики кричали облушали его оттензор в таком кончике ваше благородие все это было так глупо так нелепо что он бежал в базар он пошел в собор где пели громко весело и решительно сознание не вспомнил подолго потом долго шагал кружил по маленькому жаркому и запущенному садику на праве горы на дне оглядной серо-стальной шли в реки погоны и пуговицы в Укинде так и нажгло что к ним невозможно было прикоснуться а колыш карпуза было весь мокрый внутри от пота лицо пылало возвратившись в гостиницу он с наслаждением вошел в большую пустую прохладную столовку в предферму этаже сел раскрыт в окна заказал лодренью со льдом выпил несколько рюмок водки закусывая плосольные огурцами с укропом и чувствуя что он не задумываясь умер бы завтра если бы он было каким-нибудь чудом друг чтобы провести всего лишь один нынешний день провести только за тем только за тем что могу выискать и не задумываясь как бы доказать убедить как он мучительно и восторженно любит ее зачем доказать зачем убедить он не знал зачем но это было необходимое жизни совсем разгулялись нервы сказал он выпивая пятую рюмку водки он отодвинул от себя заказал черного кофе закурил и стал напряженно думать что же теперь делать как избавиться от этой внезапной неожиданной любви но избавиться он это чувство слишком живо было невозможно и вдруг он опять быстро встал взял картуз степ и спросил где почта торопливо пошел туда слушая готовой в голове фразы и телеграммы отныне вся моя жизнь на веке как ново ваша вашей власти но доведя до старого настостенного дома где была почта и телеграмма в ужасе остановился он знал город где она живет он знал что у нее есть муж и трехлетняя девочка но не знал ни фамилия ни имени ее он несколько раз спрашивая об этом вчера в гостинице и каждый раз она смеялась и говорила а зачем вам нужно знать кто как меня зовут на углу Теперь все было личное, обычное. Теперь, когда сердце поражено, да, поражено, теперь он понимал это, этим страшным солнечным ударом. Слишком большую больную, слишком большие счастья. Он взглянул на чудо-новобрачных, молодой человек, в долинном свертуке и белом галстуне, стриженный ежиком, выдвинувшись во фронт, под руку с дивизием по фенечному газе, потом перевел глаза на порвет хорошенькой и задорной барышни в студенческом картузе на пекре, потом, коняясь мучительной завистью ко всем этим незнакомым, нестрадающим людям, стал отбеженно смотреть вдаль улиц. Улица была совершенно пуста. И поручик, щуясь от света, с опущенной головой, сосредоточенно глядя себе под ноги, шатаясь, спотыкаясь, зашагал назад. Он вернулся в гостиницу настолько разбитой усталостью, точно совершил гигантский переход где-нибудь в Ракистане или в Сахаре. Собирая последние силы, он вошел в свой большой и пустой ногу. Но он был уже приятен, лишен последних следов ее, и только одна шпилька, забытая ей, лежала там на ночном столике. Он снялся в ракетель и взглянул в зеркало. Лицо любого. Обычное офицерское лицо, серое загарное, имело теперь сумасшедшее, возбужденное выражение. А в белой токурбашке со стоячим уродничком было что-то юное и глубоко несчастное. Он был на кровати насквозь. Положил закуренный с спади на отвал, долго лежал, подложив руки под затылок, пристально глядя в пространство перед собой. Потом стиснула зубы. Закрыл веки, чувствуя, как по щекам катятся из-под них слезы. И, наконец, заснул. А когда снова открыл глаза, за занавесками уже красноватый жил целое вечернее солнце, в номере было душкой сухо, как в духовой печи. Он неспешно встал, неспешно мылся, позвонил из-за случая, если мог. Потом велел привезти завозчика, вынести вещи и, садясь в пролёт, у меня рыжие выгравшие сиденья дал в полакею целых пять рублей. Когда спустились в пристани, уже синела над волгой синяя лень и отомки. И множество разноцветных огоньков было рассеяно на реке, и обними сели на мачетах отбегающего прохода. Поручик взял билет, пошёл в пристани. Так же, как и вчера, был мягкий стук в её причал, лёгкое его окружение, отзыккости под ногами, потом летящий конец, и шум кипящей воды подколёвся чуть назад подавшегося прохода. И необыкновенно приветливо и хорошо стало от многолюдства этого прохода. Уже везде освещенного и пахнущего куклы. Через минуту побежали дальше вверх, туда, куда унесло её дальше. Поручик, сидел под навесом на палубе, чувствуя себя достаревшим на десять лет. вот два, 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 три, Два, Спасибо.